народ всем привет продолжаем с вами постройку нашего мини помощника в этой серии конкретно у нас пойдет речь про реверс на наш помощник так ну давайте подробно покажу сейчас вам расскажу как я делал вот он вал он был просто выточен размер 20 то есть подшипник 20 шкив у нас 20 кстати шкив стоит стоил 900 рублей сейчас 1300 лет у нас такие цены так дальше смотрите то есть подшипники тоже внутренним 20 здесь получается на что приварил я шестерню приварил с этой стороны и приварил я ее то есть вот с этой стороны туда сделал шайбу сделал шайбу потом взял трубу по размеру подшипника кусок вырезал хомутом стянул здесь я сделал самодельный шплинт то есть я наварил наварил и аккуратно все это обточил что у нас получается то есть у нас вот этот шкив он идет с обычным ремнем профиль b и 2 у него вот эта вот часть это под ремень под перевернутый ремень этот шкив специально сделан для того чтобы сделать без какой-то либо раздатки коробки то есть заднюю скорость так вот так вот это все у нас собирается этот подшипник будет ставится вот так вот все вот у нас получается вал неправильно собрал ли в другую сторону вал тоже все самодельный я как вам обещал бюджетно и подробно так и буду я делать все и в дальнейшем вот это вот то есть здесь резьба этот я кусок вала оставлю сейчас сюда подберу втулку это будет все затягиваться с помощью вот этого болта установил я наш шкив вот он шкив вал самодельный то есть все звездочка поставил цепь натяжка цепи будет происходить вот этим вот болтом то есть он будет откручиваться вверх поднимается натягивается цепь так здесь у нас здесь 9 ролики то есть обычные 9 здесь с эксцентриком можно обычные без разницы так самое главное смотрите самое главное чтобы не вело сцепление конечно если честно где-то часа наверно полтора-два у меня ушло вот на всю эту регулировку то есть сюда я сделал обычные пластины крепятся они прямо к мотору здесь есть отверстие специальные то есть болт на 13 делаем пластинки эти пластинки стройки с металла то есть их можно по сатишками путем поджатия отжатия то есть регулировать положение нашего ремля так все то есть вот он снизу рычаг это первая скорость вперед передняя это у нас получается реверс заднюю скорость давайте сейчас попробуем то есть заведу так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот здесь вот ставится вокруг шкива, то есть тоже делаю с обычного металла с двоечки, ну такой вот как типа подкрылка, и все, он держит вот этот вот ремень передней скорости, чтобы он не прыгал. То есть когда вот без этого вот ограничителя, он начинал прыгать, и у меня получалось, сразу включались две, и то есть глох мотор. Все, здесь прикреплено, тут он от кожух снимается, если когда нам надо будет менять ремень, то есть вот он, гаечка, и вот здесь вот два болтика. Метр восемьдесят. Так, метр восемьдесят, получается два метра, пускай грубо, два метра в секунду. Два метра в секунду. Один метр в секунду это, по-моему, три-шесть километров в час. Семь километров в час. Восемь, если на весь раз будет километров, наверное, двенадцать, но восемь километров в час великовата. Ладно, будем пробовать. Посмотрим. В принципе, сложного ничего нет. Вот сюда подбираем побольше звездочку. То есть если он нам нужен будет для скорости, то мы будем работать с этой звездой. Если нам надо более тихо, нам надо подготовить, то есть другой кусок цепи. Соединяем, вставим сюда другую звезду. Соединяем, то есть двумя замками, кусок цепи. И у нас будет пониженная, то есть передача. Так, что у нас остается? То есть теперь я на этой неделе постараюсь. Я полностью надо мне сейчас все обваривать. То есть разбирать, обваривать. Вот. И, скорее всего, наверное, к концу недели мы его вытащим на улицу. И будем уже пробовать на нем. Посмотрим, как руль работает. Подвигаемся. Так что вот так вот. Ну все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи в ваших постройках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok